Доброе утро, всем привет! Наконец-то настал тот день, когда я сейчас отработаю последние часы и ухожу в долгожданный отпуск. Отпуск, которого мы ждали полгода. Да, сегодня вечером мы летим в Казахстан. Сейчас я приехала на работу. По субботам я работаю всего 4 часа. Мне коллеги предлагали поменяться, чтобы я дома осталась. Я решила, так как мы улетаем вечером, зачем я буду сидеть дома, если можно будет выйти в свою смену и никого не просить меняться. В общем, приехала. Искала сейчас очень долго парковку. У нас и так здесь такой жилой район, где находится аптека. Постоянно парковки заняты. Плюс у нас еще каникулы. Очень многие дома, поэтому мест, где я паркую, всегда вообще нет. Пришлось заехать на соседнюю улицу. Ну ладно, место зашла. Сейчас пойду на работу. Очень хочется спать. Вчера допоздна Жене собирали чемоданы, проверяли, чтобы мы ничего не забыли. И сейчас я вспомнила, что мы еще не достали паспорта. Сейчас напишу Жене, чтобы он это сделал. Женя остался дома. У него уже отпуск. Он поедет сейчас в город. Надо будет решить кое-какие дела еще перед отъездом. Ну, в общем, планы пока такие. Отработать, вернуться домой и собираться в аэропорт. Пока вы будете смотреть это видео, мои родители как раз уже будут в дороге. Они сейчас приедут и тоже будут начинать паковать вещи и загружать все в машину. У нас, как всегда, начался дождь. Ничего нового. Женя делает онлайн регистрацию на самолет. Вот. В общем, едем, да? Ты тоже скоро в Казахстан поедешь. У тебя вообще будет класс для путешествия. Ты на машине едешь? Да. Ты о чем мы на самолете? Мы в вкусные точки заедем и в помпончик. Вот, да? Тебе веду помпончик, а суток и футбол. Хорошо. Папа нас ведет на нашей машине, потому что их машины сейчас будут складывать вещи, а на этой машине они будут передвигаться. Вот, вот так. Дождь, как всегда. Сколько мы отъехали от дома? Дисклом. Началась сразу пробка. Смотрите, какая у меня пахучка красивая в машине. Я думала, основная масса уже уехала в отпуск. Пробка вообще никак не рассасывается. Эта полоса вон едет, а мы стоим. Рассказала, как мы летим, каким маршрутом. Мы летим в этот раз не Эйростаной. У Эйростаны выходят очень дорогие билеты. Мы смотрели в начале года. Чтобы лететь сейчас, в конце июля, нам на двоих Женей выходило за 3 тысячи евро. В общем, мы выбрали маршрут такой, что мы из Дюссельдорфа летим на Варшаву. С Варшавы летим до Астаны. И с Астаны мы будем добираться поездом. И на поезде мы уже будем добираться до Кустаная. На обратном пути с Кустаная на Астану мы будем лететь. Мы выбрали поезд, потому что казахстанскими поездами давно, что Женя, что я не ездили. Я последний раз ездила с классом, еще когда училась в начальной школе, мы ездили в Астану. Поэтому мы решили поехать на поезде. Таким маршрутом мы еще никогда не добирались до Кустаная. Но билеты вышли намного дешевле, нежели чем если бы мы летели Эйростаной. И где-то в соцсетях я тоже делилась этим маршрутом и поняла, что очень многие не знают, что в Казахстан можно так же летать через Польшу. Ну, может быть, кому-то это видео будет интересное. Буду рассказывать и показывать, как наш маршрут будет обстоять. Ну, в общем, пока у нас цель добраться до аэропорта. Вроде бы пробка немного рассосалась, и мы поехали. Все, мы прошли контроль, мы сдали багаж, получили ручную кладь, проверили ее. В общем, все в порядке, идем теперь на выход. Получили сразу билеты до Астаны. И все, осталось только найти наш выход и дождаться самолета. Вылет у нас примерно через час. Все очень-очень быстро, очереди особо нет. Ну, я... А, Женя зашел в дюджи-фри, а я чуть назад не ушла. Женя хочет сделать полет за поменящимся. Че, не будешь ничего брать? Мы тут нашли зону ожидания, которая пустая. Ни души. Да, сняли здесь один шорт, выложим по привенту. Ну, вторую часть надо будет защитить, когда мы будем в Астане, наверное, да? Да. Все, у нас через 20 минут начинается посадка. А, сейчас 7? А, точно 7 минут. Да, через 20 минут. Наш самолет, кстати, вот-вот прилетел. Сейчас 7. А, кстати, а вот он... Нет, не, он стоит. Это Люжганза, да? Это Люжганза. А вот какой-то стоит. А, возможно. Не знаю. Может, кто-то с другой стороны? Да нет, с этой стороны должен быть. Или с опозданием. Ладно. Я поделал, вот тут я должен быть стоять, потому что А53, вот он. Выход-то у нас А63 наверху. Ну, у нас этот уже вот стоит. Ладно, все, пойдем на зону ожидания. Да. Идем на первый самолет. Ну, все, мы в самолете. Самолетик такой маленький, и мы сидим под два человека. Он летит всего будет полтора часа до Варшавы. Ну, а дальше уже по прилету расскажем, как мы летим дальше. Ну, все. Мы готовы лететь, сидим вдвоем вместе. Потому что, когда мы летели вот с Венеции, мы сидели по разным местам. Я на таком самолете первый раз и сейчас не лечу. По-моему, мы в Кустанай уже летели на таком. Нет, мы в Кустанай на Аэрбасе летели. Нет, на Кустанай именно маленький был. Где музыка еще играла. Нет, это Аэрбас был. Да, ну ладно, значит, он такой маленький, под два человека и такой узкий. Пока Германия. Увидимся через три недели. Увидимся через три недели. Субтитры сделал DimaTorzok. Мы посмотрели на табло, где находится наш выход. У нас еще целый час до вылета. Идем не спеша к выходу. Регистрироваться нам заново не надо, потому что у нас уже билеты на выход. Мы в Польше в аэропорту первый раз, да? Мы в Польше в том году только ездили на машине. Первый путь. Хоп. Первый стоп. Второй стоп. Это обратно. А, это обратно. После отсюда, потом на поезде. Мы сидим, ждем посадку. Она должна была начаться 15 минут назад. Немного задерживаемся. Сидим, ждем. И похоже, что вовремя мы не вылетим. Скорее всего, задержка. Сидим, ждем, ждем. Сидим, ждем. Сидим, ждем. Сидим, ждем. Летим в Астану. И наши билеты как раз коньировали. Но сначала не прошли. И нам выдали новые. Сказали, у вас премиум апгрейд. В общем, вы летим в месяц. Нас посадили в этот склад. Мы сидим прямо от входа в самолет. Интересно. Первый взлет вообще не ощутился по ушам. Взлет, кстати, вообще не ощутился на уши. Обычно я страдаю всегда при взлете с ушами. У меня болят они постоянно. А в первый взлет не ощутился ничего. Доброе утро и застали. Здесь немного ветрено и прохладно. Может, то, что мы ещё в землёчке находимся? Может быть, полёт прошёл просто отлично. В бизнес-классе сиделось очень хорошо и удобно. И кушалась, и спалась. Да, очень хорошо. В общем, прилетели, купили уже местные сим-карты, подключились, забрали багаж и идём на автобус, чтобы доехать до ЖД вокзала. Тогда я отключаюсь, потому что будем по карте смотреть, как нам добираться. Мы добрались до ЖД вокзала, сдали багаж в камеру хранения. У нас взяли 4 500 за 4 чемодана. Работает круглосуточно. Спросили, когда у нас поезд. Взяли наши данные. И да, всё, мы сдали. Сейчас Женя пошёл поискать, что покушать. Там посмотрели, есть в Макдональдсе всё, что можно купить. Борщ там есть, видели. Ну, в общем, думаем. Женя пошёл ещё тоже поискать. Ехали до ЖД вокзала на автобусе где-то час. И оплата у нас только с собой наличка. Мы подошли к водителю. Он сказал, что оплата только в Каспии по QR-коду. За нас его, естественно, нет. Мы пошли просить женщину, которая сидела в автобусе, чтобы она за нас через QR-код купила билеты, а мы бы ей дали наличкой. Она купила, а деньги с нас брать не хотела. Ни в какую. Ну, и я у нас хорошо в ручной кладе была коробка конфет с Германии. Я достала и отдала ей. Она тоже сначала не хотела брать. Я говорю, конфеты с Германии возьмите, пожалуйста, неудобно. Вы купили билеты для нас, а мы и деньги не берёте. Ну, в общем, она взяла коробку конфет или сразу такая улыбка на лице появилась. В общем, такие люди, знаете, добрые, да, открытые такие, отзывчивые. Мы скачали приложение, через которое у нас работает наша симпатия. И позвонили женщине маме, чтобы она походила нам баланс, чтобы мы могли облашить QR-кодом в автобусе. В общем, всё прошло. Проездка из 90-х не в Астане. Мы сами заплатили QR-коду. Хотим съездить на главную площадь, который приехал. Посмотрите, какие здания. Такие большие. Нам так непривычно видеть такие высокие красивые здания. Ах, на улице такая хорошая погода. Катаемся на местных автобусах. Да, кстати, заценили оплату QR-кодом. Автобусы вообще классные. Мы с Женей решили подняться на Байтирек. Я последний раз там была, когда училась ещё в начальных классах в Казахстане. И мы приезжали сюда с классом. Это было много лет назад. А я был первый и на тот момент последний раз в 2019 году, когда собирался в Германию и сделал визу. Очень ветер сильный здесь такой. Просто ужас. Мы решили, что на обратном пути найдём Байтирек, когда будем уже лететь назад в Германию. Потому что очень большая очередь. У нас ограничено время. Ой, спасибо. Нам нужно ещё 45 минут добираться до вокзала. Ну не, не 45 минут, а 30 минут, да? Минут 30, да. Ну, в общем, мы решили не терять время, чтобы спокойно всё там посмотреть. Лучше мы заедем сюда на обратном пути. У нас как раз будет намного больше времени. Мы пошли в магазин купить себе в дорогу воды, что-нибудь покушать. Напитки. Вот я про Макси чай тоже думаю. Да. С лимончиком. Ещё мы ищем доширак, чтобы заварить себе в поезде. Что? Ты его знаешь? У нас же продаётся. Хорошего нету. Выбор, конечно, зашкаливает. Да? У нас, кстати, в русском магазине, по-моему, вот такой доширак только продаётся. Такого нету. Выбрал? Да. Окей. Смотрите, что нашли. Акция о кружке, как у нас в Макдональдсе от Кока-Колы. Прикольно. Забрали чемодан и решили сразу плёнку снять. Чтобы уже без неё. Всё равно сейчас в этом поезде доставать оттуда надо будет. Медикатский. Распалка. Прикольно. Попробуйте. 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 Ну всё, мы в вагоне, наш поезд опоздал где-то на минут 15-20. Мы в вагоне и мы выкупили это всё купе для себя, чтобы ехать с комфортом, чтобы никому не мешать и чтобы нам никто не мешал. В общем, да, мы в вагоне. Сейчас ещё где-то минут 30 поезд будет стоять и тронемся. Нам ехать где-то 16 часов до Кустаная. Но мы сейчас ляжем спать, потому что перелёт был долгий. Затем мы сегодня очень много гуляли по Астане, устали. В общем, да. Самое главное, мы в вагоне, нам остался последний рывок. Ну что, получили комплекты белья. Будем сейчас застилывать нашу кроватку. Застилать. Застилать. И тут будешь? Ну давай, а я буду тут. Давай, начальник. И да, мы уже трогались. Головой? Спасибо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну всё, вещи разложили, постель постелили, переоделись, теперь можно налегке ехать спокойно. Продолжение следует... На утро. Как тебе? Классно. Продолжение следует... Я сначала думала, что в вагоне вообще не будет никаких резеток, потому что думала вагон будет старенький, но нет, резетки мы нашли, они были под столом, классно быстро заряжают. Я играю в шимс. Доброе утро. Мы подъезжаем курс ценайл. Время на 6 утра. У нас есть ещё где-то... Он к 8 подъезжает. У нас ещё где-то 2 часа. Мы специально встали пораньше, чтобы умыться без проблем. Пока нету такой большой очереди. Забрали постельное. Она здесь лежит. Сейчас придут его считать и набирать. Что ещё? Проезжаем степи, сети нет. Вообще. Получилось всё? Ночью было холодно только спать единственное, да? Да. Очень холодно было. Сейчас мы... Показывают вообще милость. Не знаю, насколько... Береградусная. Да, очень холодно. И сейчас проснулись тоже от того, что мужчина ходил тут. Размущался, если это можно так назвать. О том, что здесь очень холодно было. Было, правда, очень холодно спать. Ой, ну всё. Теперь я пошла умираться. У нас времени, конечно, ещё очень много. Ну, лучше уже поскороться. Ну ладно, мы пока подготовимся. Надо чемодан не достигнуть больше. Ладно, теперь пошла я. Мы проезжаем какую-то деревеньку. Ой, огороды в Лерии, вон всё посажено. Немножко запущено было. Угу. Мы уже подъезжаем к Устанаю, его было видно. И сейчас проезжаем какую-то деревеньку. А может, это дача даже. Похожа на дачу скорее. Дача? Угу. Ну, наверное. Смотри, сколько много посажено. А, это... Слушай, это уже садоболовка какого не началась. Вон, Кустаная, видишь? Табличка. А вдруг мы снимаем, и у нас кто-нибудь из подписчиков знает это место. Ну, по-моему, садоболовка началась. Мы въехали вроде в Кустанай. На интернете нет. Мы уже собрались на выход. Сумки готовы, мы готовы. Такой длинный путь. Что-то никогда не делали, мы на машине делали длинный путь. Да, но на поезде первый раз мы ехали 16 часов, уже подъезжаем. Созвонились, сказали, что мы подъезжаем, нас встречают. Потом покажу, кто. Ну, в общем, да. Осталось чуть-чуть. На всем чуть-чуть. Любимый город Кустанай написано. Привет! 10 с половиной часов полета. 16 часов на поезде. И мы наконец-то в Кустанай. Нам осталось всего пару минут. Возьмешь сумку? Угу. Смотрите, кто нас встречал. Вику, вы знаете, из наших путешествий. Мы уже едем по партизану, уже практически подъезжаем к дому. На улице такое солнышко. Доехали хорошо, все хорошо. Привет, Кустанай. Ну что, мы дома. Разобрали чемоданы, сходили в душ. Сейчас идем, гуляем по красному партизану. Мы ехали, дорога наша заняла. В общем, летели мы двумя самолетами 10 с половиной часов, да? Выходит, в общем, 16 часов поезд. И это все для того, чтобы сейчас быть в Казахстане. 26 с половиной часов ехали. Да. Но мы ни разу не пожалели, что выбрали такой путь. Мы очень классно провели время в поезде. Давно не ездили на таких поездах. Ну, следующий влог, думаю, будет уже о том, как мы проводим здесь время, куда мы ходим, чем занимаемся. Ну и заснимем побольше кустов. Продолжение следует...